Ученые из Бендер, Приднестровье и Русское географическое общество. Какая связь? Началось все в 1876-м. Тогда в семье нотариуса в Бендерах родился будущий ученый-географ с мировым именем Лев Семенович Берг. Его дом и сейчас стоит в Бендерах, на Московской, 47. Все его детство прошло на берегах Днестра. И он с детских лет увлекся естествознанием. И местные рыбаки знали, что если им посчастливится поймать какую-то необычную рыбу, то они несли ее не на рынок, а несли в дом нотариуса. Его отец, известный в городе Нотариус, хотел видеть сына юристом. А Лев мечтал учиться в Московском университете. Но существовала так называемая черта оседлости. И лица еврейской национальности не имели права обучаться в университетах. Для этого нужно было принять православие. Лев Берг принял православие. Дальше университет. Несколько лет жизни у Аральского моря. Ученый там был смотрителем рыбных промыслов. Потом вернулся в Петроград. Там Берг издал книгу «Бессарабия. Страна, люди, хозяйство». Эта книга – живой рассказ о населении и о крае, где прошло его детство. 34 года он заведовал кафедрой географии Петербургского, потом, естественно, Ленинградского университета. Он публиковал более 600 фундаментальных научных работ по различным отраслям естественного здания. По климатологии, их теологии, озероведению, истории географии. И его работы до сих пор актуальными, являются настольными для студентов. 10 лет с 1940 по 1950 год, то есть вплоть до своей кончины в 1950 году он являлся президентом всесоюзного географического общества. Русское географическое общество существует с середины 19 века и по сей день. В Приднестровье есть его филиал, а накануне при нем открыли и молодежный клуб. Приглашают школьников и студентов, кому интересна география, как когда-то будущему ученому Льву Бергу.